Красное золото Азербайджана. Шафран. Один грамм 400 рублей. Звуки всюду, запахи всюду. Потому что это бакинский зеленый рынок. Сейчас будем слушать ароматы и заодно расскажу, чем мы тут занимаемся. Меня зовут Руслан Фаршатов. Я акустический путешественник, и у меня ни много ни мало три задачи. И первое, это найти и записать все звуки, характеризующие страну. Барбарис. Кислый. Местные говорят, что его сыпят, интуитивно прислушиваясь к звуку. Представляете? Значит, вторая задача, все найденное, закинуть на тайм-линию и собрать из этого музыкальный трек. Зира. Всех паразитов убивает. И третья задача, это разучить местную, известную, народную, веселую песню. Пожалуй, это самое сложное. Второй день в Азербайджане. Это, в общем-то, тихая страна. Половина территории горы, а они всегда молчат. Да и внизу звуки просыпаются неохотно. Сначала шумят только озера и Каспийское море. Потом нужно собрать звонкие азербайджанские мандарины. И где-то здесь уже начинает звучать редкий незнакомый язык. Нет, не азербайджанский. Маленькие средневековые городки вообще поутихли. Зато там еще можно найти по-настоящему аутентичные звуки древних ремесел. А в местной пустыне тишину нарушают только вулканы и поющие камни. Мне не сразу было понятно, почему в древности здесь жили огнепоклонники. А ведь ответ на поверхности. Кругом одни горючие субстанции. Мало того, что камни непрерывно пылают из-за природного газа, здесь еще и нефти прут пруди. В средневековье путешественники так и писали. В путевых заметках, мол, в Баку целые нефтяные озера. Раньше черное золото добывали прямо из колодцев, вырытых в Каспийском море. Оно, кстати говоря, по сути своей огромное озеро, которое питает 130 рек. Сегодня отсюда во все концы разносятся и нефть, и газ, и рыба. А от меня по всему Баку разносится старая азербайджанская песня, которую я учу уже второй день. Как выглядит история? Подходишь к азербайджанцам, говоришь, можешь петь эту песню? Он говорит, я не могу, он может. К нему подходишь, он говорит, я не могу, он может. Как только отходишь, они начинают петь. Да что ж, ты будешь как... Вы стеснительный народ такой. Мужики, вы чего? А что за... Вот, давай подойдем. Не думаю. Нет. Не знаю. Не знаете ее? Не слышали ни разу? А в азербайджанец? Нет. Известная? Да. Да. Это по-азербайджански, значит, да, известно. Да. 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 Афир мэкөэнэ? Афир мэкээнэ. Вот сейчас я попрошу режиссёру подложить аплодисменты, громкие, такие мощные. Аминь. Артист, пожалуйста, спасибо.